Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Управление активами». И с нами сегодня управляющий активами из города Улан-Удэ наш коллега Юрий Марченко. Юрий, приветствуем вас! Приветствую, коллеги! Рад всех видеть опять же. Ну что, вторник поговорим с вами в передаче «Управление активами» именно про управление активами. Про то, как, что, где, как говорится, и почем. Какие у нас результаты, какие у нас достижения. Сейчас я, к сожалению, не успел платформу запустить. Ну ладно, бог не будем, без платформы. Коротко, что управляю, чем управляю. Для тех, кто недавно смотрит, либо вообще вовсе только сейчас присоединился. Основная моя концепция, да, так как я человек, который достаточно давно занимается рынком, испытал немало тактик, испытал немало подходов и решил, собственно говоря, обретя собственную стабильность, стабильность за счет диверсификации собственных торговых идей, да, решил это предложить как услугу ряду людей, которые готовы мне поверить, которые мне готовы доверить с целью, ну так сказать, получения, извлечения какой-то прибыли. В 2018 год я поставил для себя как год инвестора, поэтому если я наберу определенные объемы инвестирования, то буду работать на этой ниве, так сказать, на этой почве достаточно плотно. Ну а мои подходы, в принципе, они, это три разных подхода. Почему я говорю про диверсификацию? Потому что здесь речь идет не о разных тактиках и даже не о разных рынках, здесь вообще речь идет о разных направлениях, о разных подходах. Первый из них – это, собственно говоря, ручная торговля. Я очень много времени посвятил анализу объемов, я очень много времени посвятил, так сказать, торговой тактике, которая, ну, направленная торговая тактика, вы понимаете, да, там со стопами, стаи профитами и прочее, прочее. Вот второй подход – это подход торговли с алгоритмом. Это самый популярный подход среди моих инвесторов. То есть торговый алгоритм, который, на долю которого выходит только лишь открытие сделок, ну, так сказать, по своим торговым индикаторам, по своим торговым сигналам. Он не занимается глубоким прогнозированием. Основная задача – просто отщипывать от рынка профит. И если это сделать не удается, и алгоритм попадает в просадок, поскольку он не имеет стоп-лосса, то уже моя задача как управляющего – разруливать ту ситуацию, включать, переключать какие-то режимы работы, вот, либо предпринимать какие-то действия, направленные на либо сохранение депозита, либо увеличение депозита, вот, либо на сохранение текущей просадки, ну, в общем, и так далее, и так далее. Ну, и третий абсолютно подход тоже – это опционы, которые не занимаются прогнозированием. Все три метода, в принципе, доступны для каждого человека. И давайте начнем, наверное, с первого срочного подхода. Значит, у себя в блоге я публикую еженедельно по субботам, кстати говоря, да. Не знаю, насколько меня хватит, но вот решил я по субботам за час, за полтора записывать такую передачу по подведениям итогов. Не уверен, что меня надолго хватит. Суббота – все-таки выходной день, надо как-то, ну, все равно в офисе, ну, ладно. Значит, я покажу несколько скриншотов. Это будут именно скриншоты, потому что ручная торговля, в принципе, она, ну, тут показывать особо нечего с разных счетов. Можно сказать, что статистика, да, по имеющейся торговле за прошлую неделю, ну, вот, он же текущий месяц составил 2,9%. Это, то есть, вручную текущую неделю у меня пока ничего. 2,9% – это очень серьезный результат. Я даже боюсь его, в принципе, испортить, поэтому почему-то с осторожностью на все остальное смотрю, ну, дабы за месяц оставить какой-то профит. Как наторговал 2,9% здесь по скриншотам? Значит, смотрите, у меня была сделочка австралиицы очень короткая. Это, знаете, так прикольно получилось. То есть, я провожу у себя, начиная, в принципе, работать в 3 часа по московскому времени. То есть, у меня часовой пояс такой прекрасный, что в 8 утра, ну, нет, начинаю, наверное, все-таки работать в 4 часа по московскому времени. То есть, с 9 утра по местному времени я живу глубоко в Сибири. И когда люди говорят, кстати, ову и Сибири, они даже не совсем понимают, что такое Сибирь. То есть, я, так скажу, глубоко в Сибири живу. Вот. И у меня получилось непосредственно… Юрий, я извинюсь, сейчас ролик НТВ-шный бегает по интернету, что в Бурятии якобы снег пошел. Правда, нет? Нет, снега нету. Ну, может быть, не во всей Бурятии, может быть, по северу. Там у нас север такой. Я понял. То есть, там не удивитесь, если это произойдет, да? В июле снега я не припомню, но в июне, числа в 15-х, снег выпадал. Но это больше было похоже, конечно, на такую мокрую кашу. Вот. Но это не дождь и не град. Я понял. Я понял. А вообще у вас как погода сейчас? Тепло? Сегодня дни холодные. Сегодня у нас градусник показывает порядка 20 градусов, но при этом пасмурно, да? Прошлой неделе была просто жара. У меня даже этот кондер нагнулся. Жара – это примерно… Ну, сложно сказать. В машину садишься, 38 показывает. Нет. Это хорошо. Машины, конечно, это много там, наверное. Ну, она там нагревается от самой себя же. Но на 35-то точно. 35-34 бывает днем. Понял вас. Ну, это, да, это отличная сибирская жара. Понял вас. Да, у нас резко континентальное климо, то есть в том плане, что у нас летом может и 35, и зимой может быть и минус 38. Поэтому у нас очень большие гардеробы, очень большие шкафы. Вот. И меняем мы каждый год одежду. Очень уж кардинально. Ну, так вот, воспользовавшись тем случаем, что я проснулся еще до того, как принимаются решения по монетарной политике. Здесь были у меня очень интересные кластера, инициатива вниз. В общем, я в краткосрок зашортил. Очень коротенькая сделка. Но что я преследую в своих ручных стратегиях, я всегда преследую, это управление капиталом. Ну, то есть здесь риск сделки чуть-чуть больше, чем один к одному. Вероятность была, ну, понятно, сейчас мы видим, что очень хорошо было. Ну, реакция такая могла быть. То есть очень хорошая сделка, на самом деле, получилась. Дальше быстренько пробежимся и сильно долго задерживаться не будем. Я использую тактику на пробой. Это тактика, которая основана на том, что у нас есть за каждым хайом, за каждым лоем есть стопы других участников рынка, которые я использую как импульс. То есть я не прогнозирую, что цена пойдет там собирать чьи-то стопы. Нет, это все, мне кажется, перебор. Но я использую данные брокеру Анды, которые говорят о скоплении некоторых заявок, рыночных заявок за хайами, за лоями. И вот эти вот рыночные заявки будут генерировать некий импульс. И именно этот импульс я пытаюсь выловить. Мое преимущество в этой тактике заключается в том, что я знаю, где, скорее всего, это произойдет. Я знаю, сколько это произойдет в количестве пунктов. Остальное дело, собственно говоря, техники. Но здесь не получилось. Здесь мы до Тейкпрофита не дошли. Отработка, скажем так, 60-70% сделок закрывается в плюс. Иногда больше, иногда меньше. Иногда даже и 50. Но здесь чисто выходят один к одному. И вероятность закрытия сделок в плюс тоже есть. А вот здесь тот канадский доллар. Сейчас мы видим, как он заваливался. Очень интересно. Мы еще тогда продавали, 4 июня. Значит, вот это вот уже правильная реализация тех сделок на пробой. Тех же сделок на пробой. То есть, достаточно четко, импульсно. Так, а как мне увеличить? А, вот так мне увеличить. Достаточно четко, импульсно шагнули вниз. Вот так оно должно реализовываться. Без всяких откатов, без всяких там полновений. Четко в шорт. Четко обращающее внимание. Становочка там, где надо в наш Тейкпрофит и так далее, и так далее. Ну и дальше, собственно говоря, любимые мои объемчики. Инициатива, откат, точка входа в шорт. Стопы, стопы, стопы. И вот, собственно говоря, закрытие по Тейкпрофит. И еще одна реализация сделки. Причем она была сделана в Non-Farm. Тоже точно так же за этим минимумом стояли стопы. И здесь даже нас открыло с некоторым проскальзанием. Поэтому соотношение получилось отвратительное. Но сам Non-Farm я не торговал. Но каково же было мое удивление, когда я открыл сделочку, вернее терминал, и все, собственно говоря, случилось как надо. Это что касается ручной торговли. Здесь возможно только копирование. Результаты вот такие. Посмотрим, как оно будет дальше в динамике. Конечно же, я вам расскажу по факту. Значит, теперь второй момент. Это торговля с использованием алгоритма. Как я уже ранее говорил, у меня набирается инвестора. Это самая популярная услуга. Здесь, на этом скриншоте, да, есть, вернее, на этой странице есть скриншоты тех счетов, которые сейчас находятся в моем персональном управлении. При этом это мониторинг от сервиса MyFixbook. То есть здесь, я думаю, все объективно. Обновляли последний раз 10 июля. Здесь невозможно показать в динамике, потому что это счета, ну, понятное дело, счета инвесторов. И к тому же здесь используется только лишь пароль трейдера. То есть для расшаривания, так сказать, те, кто знает, как работает MyFixbook, должны понимать, да, для всех остальных тоже сообщают, что если у вас есть пароль трейдера только лишь, то вы можете делать вот картинки не в динамике, а вот только скриншотами. Вот так оно, собственно говоря, и сделано. Обращаю ваше внимание, что по прошествию, ну, в прошлое нашей с вами передачи у нас с вами было лишь только 10 счетов расшаривания, сейчас вот 11. Здесь недостает только трех, ой, только двух. Ну, они там под своим причинам. Один из них, потому что мою историю очень большая, не совсем хорошая. Другой после конкретного убивания. Вот. И мы добавили, и, собственно говоря, смотрите, достаточно неплохо плюсуем, порядка 4% уже с нового счета. Вот. Это я говорил еще в прошлой передаче, что добавился инвестор, но сегодня я еще хочу сказать, что инвестор один убавился, да, то есть на относительно небольшую сумму, это 3000 евро. Я говорил уже, что, в принципе, инвестора у меня есть и из европейской части, у них там евровые депозиты. И убавился не потому, что там что-то случилось очень печальное или что-то такое плохое, а убавился по понятным причинам, человеку потребовались денежные средства. Причем история по этому счету очень хорошая, но не длительная, да, мы, по-моему, сотрудничали 2,5 месяца, либо даже 2 месяца, да, и вот после закрытия сделки на Nonfarm, она закрылась, 6-го числа человек изъявил желание, потому что сделок не было, решил он со мной рассчитаться только за полный месяц даже с повышенным процентом, вот, и, собственно говоря, распрощаться на этом. Поэтому, так как уже никакой тайны в этом нету, я могу вам показать конкретную статистику, да, то есть вот, да, то есть человек, ну, вот, вот, счет реально евровый, в выполнении и снятии, ой, в 3. Ну, здесь было 3, да, у меня под управлением было 3, то есть человек открыл счет на 6, потом 3 вывел, все остальное отдал под управлением, и результат составил порядка 7% прибыли за, получается, 2 месяца, да, то есть в этом году мы с ним заработали 7% с небольшим процентов прибыли, в этом месяце, по факту, в июле 3,19, все остальное было месяцы в прошлом. Ну, сегодня и на этой неделе, конечно, нет, потому что счет уже не торгуется, и мы будем его снимать с мониторинга, но вот обращаю ваше внимание, что с этим человеком мы успели поработать, в принципе, все, то есть у нас была и ситуация, когда не надо было вмешиваться, да, вот я, некоторые меня спрашивают, типа, почему здесь нету, ну, здесь картинки, это картинки только лишь по закрытым сделкам, здесь нету equity, так называемого, который показывает состояние счета в текущий момент, я его не показываю по двум причинам, ну, во-первых, в нем особого смысла нету, потому что текущее состояние счета, оно, ну, как бы ни о чем не говорит, да, даже если сейчас счет находится, там, например, в небольшой просадке, по итогу, да, это не говорит о том, что мы там с инвестором теряем, это не, не отображает всю действительность, потому что эту просадку мы можем разрулить достаточно спокойно, и я об этом говорю, и вот эти моменты, когда все эти ситуации разруливаются, вот, ну, если, допустим, вы мне не верите, скажем так, ну, или человек, допустим, не верит о том, что, что счет, скажем так, не на грани, там, в просадке в 90-80%, в пределах разумного, в пределах крест-менеджмента, то, ну, если не верите, тогда нам с вами сотрудничать не приходится. И вот здесь, да, уже все с equity, то есть мы видели с вами, что в моменте инструмент шел в разрез против нашего, против нашего алгоритма, и вот такие вот отрицательные результаты, которые уменьшают текущую просадку, вернее, уменьшают текущий депозит, но в то же самое время полностью обновляют просадку. То есть такие же моменты у нас примерно сделаются здесь, это вот результат своего рода закрытия некоторых позиций, и я как управляющий делаю самую черную, самую грязную работу в этом плане, я создаю минуса, то есть алгоритм, который работает на счетах инвесторов, он не закрывает сделки в минус, это делаю исключительно только я. Вот такой вот результат за 2 месяца 7%, я считаю, это очень-очень достаточно. Дальше, есть еще один интересный случай, я тоже хотел вам рассказать, это случай про одного управляющего, который, вернее, не про одного инвестора, который, ну, на мой взгляд, просто молодец, да, я уже рассказывал про него, я расскажу еще раз. Значит, смотрите, история какая, например, допустим, человек считает, что хочет инвестировать в мои алгоритмы, в мою работу, да, 20 тысяч долларов, к примеру. Вот. При этом мы с ним договаривались, я буду цифры круглые говорить, чтобы легче было считать, да, при этом мы с ним договариваемся, при этом раскладе, да, что рисковый порог составляет 50%, я вам рассказывал уже этот случай, и обсудив это маленько в личной, в приватной, так сказать, личной беседе, вот, мы пришли к выводу, что всей двадцатки нам не надо, да, то есть мы будем с вами, ну, что можно инвестировать 10 тысяч, да, с риском счета 100%, и это, то есть полный риск, то есть я загружаю депозит, вернее, загружаю алгоритм таким образом, чтобы он работал в случае чего на полный алгоритм, но работает он этот алгоритм, да, как вы понимаете, вот смотрите, да, даже самые тяжелые моменты, когда текущее состояние счета было вот здесь, да, то есть в теории оно, ну, я не допускаю его определенной просадки, здесь в случае договоренности по риску 100%, я могу просаживать счет вплоть до 20, до 90, до 80%, то есть вот-вот уже почти до стоп-аута, не то чтобы я могу, да, то есть я на это ориентируюсь, как сейчас тоже сказал, ориентируюсь, да, не стараясь этого добиться, да, а вот допуская такую возможность. Поработали мы с ним в этом плане месяц, и он мне сказал, зачем тогда мы это все дело делаем, то есть зачем нам при 100% загрузке вот такие вот лота, то есть он увидел, что мы торгуем там определенным лотом, ну, к примеру, будет сколько там, преднему, ну, примерно 0,6 лотов, да, мы с ним договорились, что он из этих десятки выдергивает половину, то есть оставляет мне под управлением в 5000 долларов, но по своей же просьбе, ну, то есть по его просьбе оставляет тот же самый лотаж, то есть превышаем мы те риски, которые изначально были запланированы. Я, конечно, ему сразу сказал, что в случае там просадки на этакое количество пунктов счет может схлопнуться полностью, и такое может быть, то есть любое большое движение, которое, скажем так, пойдет против позиции, и при этом резко, и при этом не будет мною замеченным, принесет, ну, как минимум, большую просадку, как максимум вообще полную потерю средств. На что человек отреагировал достаточно серьезно, мотивирует очень, очень понятно и, на мой взгляд, логично, да, то есть это бизнес для него, и раз он мне отдает, условно говоря, 5000 долларов, он, поработав в месяц, понял, что вся пятерка не работает, и тогда он решил забрать эту половину, да, с тем вариантом, то есть вложить ее куда-то, либо на что-то, ну, не то чтобы потратить, а вложить куда-то ее еще, либо под другие стратегии, но с тем лишь условием, что если начнется жара по счету, о которой я предупреждал, то он доткинет столько, сколько надо, чтобы сохранить тот самый рисковый лимит, который у нас изначально проговорено. Этот человек, вот я, скажем так, управляющий активный, все-таки молодой, свежий, да, этот человек для меня открыл на самом деле, ну, может быть, так оно и правильно работать, потому что мы все-таки работаем на деньги, и ровным счетом вот те инвестора, которые со мной работают, есть определенная сумма денег, которая чаще всего лежит мертвым грузом, ее можно использовать, она требуется лишь только в том случае, как, лишь только в том случае, если начинается какая-то критическая ситуация по счету, и только тогда она нужна, во всех остальных случаях она не нужна, да, это вот как с опционами, да, например, у нас там есть 1 миллион, но мы все-таки заряжаем 250 тысяч по гарантийному обеспечению, для чего, да, зачем нам 750 тысяч, оставшиеся на счете? Они лишь нам нужны только лишь для того, что если ситуация на рынке ухудшится, то эти оставшиеся 750 тысяч пойдут в дело. Если их не хватит, этих 750 тысяч, то, собственно говоря, мы получим стоп-аут и так далее, и так далее. А если критическая ситуация не наступит, то получится, что мы с вами 750 тысяч просто-напросто положили даже не под процент, да, они просто-напросто пролежали под подушкой, вот. И к чему я это все рассказываю? А к тому, что этот человек, который допустил такие вот ситуации, по состоянию на сейчас, да, имеет доход порядка в 70-71%. То есть это тот самый момент, когда я постоянно рассказываю инвесторам и там людям, с которыми общаюсь, я рассказываю, что извлекать прибыль, в принципе можно, не прогнозируя движение цены, да, то есть не обязательно там знать, куда там пойдет инструмент, вверхом там вниз пойдет или влево-вправо, не суть, важно. Просто исходя из риска. И чем больше риск ты берешь, тем больше вероятность, что этот риск наступит и что будет критичная ситуация для счета, возможно, полный ноль. Но при всем при этом и профит будет, собственно говоря, самый хороший. Это отличительная черта, в отличие от любого бизнеса, потому что есть такой бизнес, имеется в виду оффлайна, в который ты деньги вбухал, а он тебе окупился там, блин, через 11 лет, и то непонятно, какими деньгами. То есть это самый большой показатель. Больше показатель только фактически, по-моему, учет, но у него там история очень большая. И тут даже если посмотреть, да, то видно, что среди всех этот участник очень быстро набирает темпы. Ну вот самое главное вовремя еще соскочить, как говорится, да, то есть забрал там свою, собственно говоря, выводишь и так далее, и так далее. Вот такая вот интересная ситуация у меня с одним из человек. И на мой взгляд, ну не то чтобы это самое правильное, что все так должны поступать. Нет, все поступают исходя из собственных убеждений. Но вот такая вот история есть, и я должен о ней вам рассказать. Что касается опционов, здесь у меня, ну, полный швах, да. То есть ситуация такова, что по своему, вернее, по одному из счетов пока загрузки никакой не было, готовлю я ему там к серьезному пополнению, готовлю я договора и так далее, и так далее. По одному из счетов на Рижке, ну, как говорится, да, то, что хотелось собрать железного кондора, не получилось, потому что после... во всяком случае я с таким не сталкивался, да, в торговле с опционами, я сейчас пытаюсь продавать опционы с экспирацией на 16 августа, то есть не ближайшая экспирация, а следующая, и, к сожалению, там проблемы с ликвидностью, да, я это обнаружил для себя, наверное, впервые. И, может быть, это связано как раз-таки с ситуацией 9 апреля, то есть, ну, нереально вообще просто сделал. Поэтому я не стал набирать полный портфель. Я, наверное, дождусь какой-нибудь экспирации, ну, имею в виду, не какой-нибудь экспирация 19 июля, сообщу об этом инвесторану, что буду ждать, и буду набирать сентябрьские позиции уже так сильно. Опять же, я в сентябре в отпуск иду. А, погодите. Ой, иду, еду. Я уже все, все уже, путевка куплена. А, да, нет, не да. Это важно. Это важно. Я вот 20 сентября, а у нас же 20, да, экспирируется. Да, 20 сентября я как раз-таки буду в отъезде. Ну, я что-нибудь придумаю на этот счет, потому что большая часть, конечно, опционов распадется. Если что-нибудь за неделю случится, там, за последнюю экспирацию, это, конечно, будет катастрофа, и при этом, если я не услежу. Но это хоть и за границей, но, как бы, я думаю, интернет-то везде одинаковый, и падение заблокирует. Ладно, решим этот вопрос. Да, правда, это важно. Но, тем не менее. Ну, на неликвидном рынке, ну, я не знаю, очень сложно собрать чего-то. И меня даже пугает не то, что я там сейчас не соберу конструкцию какую-то, да, и там все, я прибыль не извлечу. Почему меня пугает другое, да, если что-то произойдет, и мне надо будет роллироваться, вон, мы видим, как ришка, да, у нас растет, а у меня 122-е колы проданы. И если ришка начнет расти, там, как сумасшедшие еще там неделю, то, конечно, будет неприятно, как минимум. И самое страшное – это то, что можно просто не роллироваться, а потому что не будет ликвидности. Посмотрим, как оно будет. В любом случае, гарантийное обеспечение по этому портфелю подросло, конечно, настало 80 тысяч при депозите, там, порядка 300, это некритично, можно, в принципе, работать. Дальше. Что еще из интересного? Да, в принципе, все, что хотел сказать, рассказал. Ну, из... Все. 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 Вот такие вот итоги. Давайте, коллеги, если вопросы есть, задавайте. Я, в принципе, все, что узнал, рассказал. Если нет, он, то... Давайте. ...работать дальше. Спасибо, Юрий, вам за ваш обзор. Я вижу, топ-мети подвергает вас острые принципиальные критики. Пишет, вы еще у Королина проконсультируетесь, это про загрузку депозитов. И он категорически против. Этого топ-мети пишет, что он знает, что делать с клиентскими средствами, чтобы они не лежали мертвым грузом. Самый большой показатель – это долг брокеров. Таких управляющих, как вы, нельзя пускать ни в один эфир. Ужас просто. Топ-мети, а что вы так резко? Вот я пытаюсь понять, а что могло вызвать такое возмущение? Именно полная загрузка депозита? Или что вызвало вас сейчас? Я категорически против. Потому что из того, что сказал Юрий, я готов подписаться под каждым словом. Я могу... Кроме он. Да, то есть речь идет о чем? Если инвестор, да, и человек этим полностью об этом информирован, и если действительно у него есть возможность выдернуть средства, да, для того, чтобы обеспечить, ну, может быть, под гарантийное обеспечение, может быть, под маржу. Почему нет? Я тоже в этом особого смысла не понимаю. Тут, видите как, ну, можно загружать депозит, например, по 10-5%. И будете вы иметь доход, ну, при тех методиках, которые я там торгую, не будем брать опционы, будем брать, допустим, торговый алгоритм, да, с счетом ничего не будет. Абсолютно. Он не подвержен риску, ну, и доход у вас будет 5-10% годовых. Вот надо ли вам заниматься вот этим вот бизнесом, если у вас будет доход 5-10% годовых? Я считаю, там нету никакого плохого. Вся прибыль, которую мы генерируем, а у меня еще нет ни одного отрицательного там счета, да, она генерирует исходя из риска, вот и все. И чем больше риск, ну, тут от человека все зависит. То, что вы против, ну, многие так говорят. Я понял вас. Топ-мете пишет подход. А вот именно в чем суть подхода? Топ-мете пишет, вы не рискуя ничем подставляете своих клиентов. А в чем подставка? У меня есть свои счета под все это дело, и я рискую и несу ответственность только лишь по своим счетам. Вот. И я это предоставляю как услугу. Вы можете этим пользоваться, а можете этим не пользоваться. И каждый раз, садясь в такси, вы, наверное, знаете, что это самый опасный автомобиль, да, источник транспорта. И убийцы там можно и насмерть, а не деньги там потерять. Но, однако, вы что-то вызываете такси и передвигаетесь с точки А в точку Б с водителем, который, возможно, не трес, с водителем, который, возможно, вчера получил, а еще что хуже, купил права. Однако вы доверяете жизни этому человеку. И, в принципе, ну, он тоже ничем не рискует. Ну, согласен, давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Здесь я хочу спросить у Топ Метти, раз уже зашел разговор. Смотрите, Топ Метти, вы доверили деньги, ну, нормальную сумму такую, управляющим активами другому человеку. Вот. Вы верите в него. Он рискует этими деньгами, ну, поскольку он в рынке. Вот у вас нет такого, так сказать, полной параллели, потому что вы же не знаете, какую сделку будут заключать управляющие активами. То есть я вот, честно говоря, не пойму. И Топ Метти пишет, я вам не верю, не верю корове, но все, что я могу советовать, не садиться к вам в такси. Топ Метти, мы оценили ваш сарказм, это без сомнения, да. Но вы никогда не узнаете, какое такси попадет в аварию. Вот в чем суть-то, понимаете. Кто в конце концов выиграет? Рынок все-таки непредсказуем. Если бы был предсказуем, мы бы уже все миллиардерами были. Понимаете? Да, конечно. Знаете, что я вам скажу? У меня тоже есть много примеров, и со мной другие авторы тоже делятся, что типа вот инвестора там не приходят, узнают о методах работы, уходят. Тоже не верят. Я усмоляю. Вот не верите, я не хочу даже с вами работать. Вот я доказывать кому-то ничего, сейчас абсолютно не хочу. Не верите, легче. Понимаете? Идите, пожалуйста, вон, к Солодовникову. Пожалуйста, у меня вот есть как раз таки ролик на своем канале. Во, ему народ верит. Вот он там про маркетмейкеров всем рассказывает. Ему он дает крупные суммы, крупнее, в том числе, чем у меня. Во, пожалуйста. Ради бога. Не верите мне, верьте тому, кто вам скажет, где будет евро-доллар завтра. Мне так проще. Я понял вас. Ну, в то же время ТопМетти имеет право на свое мнение. Он активный участник рынка. Он торгует по-другому. Вы торгуете так. Поэтому, коллеги, здесь надо ясно понимать, что у нас на Ютроид ТВ вообще нет итогового заключения. Понимаете? Вот каждый зритель, который сейчас смотрит нас, каждый из вас сам решает, кого вы поддерживаете ТопМетти или Юрия Марченко, и в кого инвестируете. Понял вас. ТопМетти пишет. Конечно, вам легче всех послать. Ну, зачем так жестко ТопМетти? Ну, вот жесткий человек прям по природе. ТопМетти, как с женой? Жена не ругается на то, что вы слишком жесткие? Женщина обычно чувствует это все. Вот если жена вас критикует за это, то я к ней присоединяюсь. Юрий, понял вас. А в целом, вот вы говорите, что этот год, это год привлечения. Вот как сейчас половина года прошла? Оптимизм есть на конец года в части привлечения? Нет. Я иду с отставанием, так сказать, от графика. Пока еще есть на чем работать, скажем так, да? Пока еще есть на чем работать. Может быть, отчасти потому, что я сразу говорю вот то, что говорю, да? То есть про счета, про просадки, высказываю те мнения, которые вызывают такую реакцию. Может быть, поэтому. Я как-то обнаружил, что, знаете, чем у них у людей натура такая. Вот ты им обещаешь золотые горы, они идут охотно. Вот серьезно. А потом им начинается скрывательство. И таких вот очень много вариантов. И вот я лучше буду сам с собой работать, сам над собой, сам с своими там счетами и так далее, и так далее. Лишь бы вот не сталкиваться с этим негативом, который, возможно, наступит там из-за того, что я кому-то там пообещал золотые горы. Ну, посмотрим. До конца года еще есть время. Может быть, что-то изменится. Понятно, да. У нас люди любят сказки. И я каждый месяц кто-то пишет, что-то говорит. Вот на сайте на таком-то проинвестировал. Причем суммы немалые, слушайте. До сих пор вот в восемнадцатом году люди инвестируют через левые сайты в неизвестных людей миллионы рублей, потом удивляются, спрашивают, что делать. Я всем искренне отвечаю. Это все, вы эти деньги потеряли. Этот сайт давно закрыт, люди давно переехали. Кого вы найдете где? Это же понятно. Поэтому и говорю, что инвестировать надо только в тех людей, которых вы знаете или во всяком случае видели хотя бы. Егор пишет, никому идти не нужно. Некоторые вещи мужчина должен делать сам. А то дети на соседа, похоже, будут. Нет, ну, Егор, ну согласитесь, многие люди работают. Некоторым людям вообще нельзя заниматься финансовыми рынками, особенно кто административные должности, погоны. Им нельзя вообще, в принципе, жестко там достаточно регулируется. А инвестировать хочется, почему нет? Я вот в этом плане, то, что, знаете, торговать нужно только самому, вообще не согласен. Это отдельная наука. Вот, поэтому это, понимаете, тот, кто берется за профессию, управляющий активами, это очень серьезная профессия. Юрий, я думаю, уже раз в 10 пожалел о том, что сел за баранку этого пылесоса. Но поскольку деньги, силы уже потрачены, время потрачено, уже и уйти, наверное, нельзя. Или пока еще не 10 раз, пока еще 10. Нет, я на самом деле полный оптимизм. Мне нравится, во всяком случае, тот результат, который у меня есть, имеется в виду и в финансовом плане. И я делаю, вот общаясь с людьми, общаясь с людьми, которые рискуют чем-то каждый день, да, как говорят, рискуют и только инвеста. Я открываю для себя новые черты людей и себя. Это, на самом деле, очень серьезная такая психологическая работа. Я не сталкивался еще с негативом. Ту-ту-ту-ту. Имеется в виду с негативом, который там связан с потерей действительно счета. Не было такого. Да, то есть, вот прям вот не был за весь 18-й, середину, там, 17-го года. Вот, как я буду реагировать на вот это вот, я, честно говоря, не знаю. Но пока не сталкивался и, дай бог, не сталкивался. Да, конечно, конечно. Но если вдруг захотите столкнуться с негативом, пишите, поможем. Иван хочет поддерживать вас. Все правильно, надо реально говорить про риски. Конечно, лучше не добрать в этом году. У вас же нет такого жесткого, вот столько набрать, иначе я брошу. Ну, все-таки как-то на жизнь потихонечку хватает. То, что вообще бизнес идет медленнее, чем ты планируешь. А я за свое бизнес-жизнь могу вам сказать, это всегда так. Вот никогда не было так, чтобы ты запланировал, и прямо оно покатило. Поэтому здесь важно выстоять вот в этой сложной ситуации. Помнить, что мужество – это терпение в трудной ситуации. Проявить мужество и бороться за свою цель, которая тем более вам нравится. Главные слова, которые мы слышим от вас – это то, что вам нравится. И это здорово. Юрий, спасибо вам большое за ваш обзор. Очень интересно. Вам хорошего дня и удачи на рынке. Вам тоже всего хорошего. Большое спасибо за внимание. Встречаемся с вами через неделю. Подводим итоги недели. И расскажем что-нибудь еще интересное, как всегда. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.